Всем привет! Сейчас проходит выгул пипы как раз для тех, кто сильно спешает по нему. Я не разрешаю ему идти на клетку, потому что тогда Жик начинает психовать. Он всё-таки стёт заботливой папкой, и он не может позволить себе спокойно реагировать на такую крысу. И чтобы сэкономить своё собственное время, я выгуливаю одновременно и кивика. Киви у нас только на диване, а Пипа в последнее время вообще на диван не лезет, он лезет исключительно на тумбочку к малым. А это вот я весь день не убирала. Ну то есть вчера здесь ничего не было. Это то, что произошло за ночь и за сегодняшний день. Вот так вот. Иди, киски. Ты такой красавец. Запирать его? Ну да. Не, ну подожди, надо ещё потёмать. Так вот. И вот так вот сделать обязательно. Вот так вот. В пути-ка. Да, Пипа? Чистенький, не воняет? Нет, он какой-то классный. Я же у него убрала вчера. Чистый хамак, всё новое. Слушай, у него шерсть такая, ух. Да да. Можно в снег его на снегулубь пылинуть. Мишка такой белый. Он ещё хочет. Ну иди. Это дети были вчера. Помни, лазали. Кто по тебе ещё лазил? Ты хочешь с ними познакомиться? С кем ты мне изменял? Мы знаем, как ты знакомишься. Угу. Да нет, даже киви не так страшно знакомиться с мигом к пику. Ну, Пипа хотя бы можно, понимаешь, нет. Киви страшнее, потому что пику я уже знаю. Я знаю, как понять, когда он будет куда-то. А, ну в принципе, да. В принципе, да. Киви может сделать вид, что всё нормально, а потом резко укусить. А пипа, конечно, распушится сначала. Вот, да, всё им видно. Метка. Сейчас опять полезет на шкаф. Ой, а там киви. Надо же, только заметила. А пипа с другой стороны, да? Как опасно в этой квартире. Везде крысы. Слушай, она и с кивиком играет. И с пипой с киви одновременно. Так, надо говорить, говорить. Костя включил музыку, забанят. Надо говорить и перебивать музыку. Так, пипа где-то... Где-то там. Я даже знаю, что он делает. Он сыт на стол. Мне стол приходится часто мыть. Вон он. Я не знаю, видно ли его. Не, его не видно будет. Самый мухом там сидит. Вот, сейчас на столе. Он часто просто садится на стол. Просто прям сыт на него. Я мою стол где-то раз в неделю прям с порошком. Нижнюю часть. Потому что там прям все налипает на него. Сразу шерсть, пыль. Остатки опилочек. Ну вот, пипа проходил на полу. Еще до камеры. Как бы киви был на столе, а пипа внизу. И было явно видно, что у пипы вот головешка прям меньше. Лапки меньше. Вот он весь какой-то такой компактный, миниатюрный. А у киви все части тела большие. Так сейчас меня киви разорвет в плоти вообще. Ну, не давай ему руки. Он вообще с ногами покусает. А у меня, кстати, рука пипой пахнет. И что? Ну, шо и что? Смотри, он уже надулся. Все, не надо. Я рискую жизнью, да. Уже все позаживало, конечно. Да? Мордочка. Носик шапливый. Я его так люблю. Я его так люблю. Морда, вот это. Морда. Не нравится, но сейчас укусит. Видишь, он умный мальчик ушел. Не то, что я. Я не умный мальчик. Я уже поумнел. Надо пойти помыться над пипой. У нас тут это, с Костей, в общем, мысли посещают нас. Но многие подписчики нам советовали это, и мы сами думаем над этим. Может быть, может быть, не факт насчет кастрации киви. Потому что тогда будет вариант, либо он спокойно будет уже, у него гормоны уйдут из крови, и он спокойно там месяца через два, возможно, он живет с мальчиками остальными. Либо можно будет тогда ему хотя бы девочку взять. Но тогда придется, опять-таки, дилемма покупать клетку побольше. А куда ее ставить? Ну. Эта клетка там идеально стала, и это идеальное место, потому что там нет сквозняков. А вот здесь, когда он стоял на столе, я постоянно за него боялась. Насчет сквозняков. Теперь моя рука пахнет кивиком. Пипа нормально реагирует? Пипа, бывает, пыхтит на меня, ну и кусает так, как бы... Ну, типа сильно, но не до крови. Как бы он показывает, что он мной недоволен моим поведением вообще. Ну, спасибочки. Эх, а еще, когда вы держите крысу, у вас должно быть много домашней одежды, которую нужно будет часто стирать, и она и за счет этого часто снашивается. Пипа, ты че? Фух, у меня аж руки похолодели. Пипочка, не надо. Даже Ника говорит, не надо, пипочка. Ну, ты уже даже не можешь допрыгнуть. Я его уже попыталась поймать, потому что он уже, ну, просто не может так высоко прыгать, как раньше. Прыгать пытается на диван. Кивику, кивик его увидел, аж сбежал. Что такое? Куда ты? Куда ты? Что? Пипа вкусный, да, пипа вкусный. Я говорю, одежды. Ты нарисовал. Да, я знаю, я говорю, одежды домашней должно быть много, говорю, если вы держите много крыс. Потому что она, когда ее часто стираешь, ее приходится часто стирать. Нет, можно, конечно, не часто стирать, но я не могу. Не, можно как рабочую одевать такую, пробу, для выгула крысу. Ну, у меня облом переодевается три раза в день, поэтому, если я одеваю домашнюю одежду, то я в ней уже и с крысами. А если у вас такой крыс, как Киви, то надо брать эти какие-то рукавицы кожаные, еще причастливые. Ты знаешь, я вообще не поняла, как произошло. У меня гольфик, в котором я не выгуливала фреску мою и вообще не брала на руки. На нем появилась дыра. Смотри, вылизывайте. Я не могу понять. Ну, и там явно видно, что он такой плотный, хлопковый, я нигде не могла порвать его. Это вот явно видно, что прогресс крысиный. Как это произошло, я не помню. Ну, я в нем не выгуливала их. В общем, загадка прям. Ника, ты его сейчас скинешь. Не надо так, не надо. Ника, ну ты его сейчас скинешь. Она вот так это носом... Ну прекрати, что ты делаешь? Что? Глянь. Сейчас будет бойня. Ты это, все равно не трогай его. Он высматривает, куда бы укусить, наверное. Запах пипы сейчас везде. И сейчас у него вообще рука даже немножко, ну как бы, чуть-чуть. Вон там капелька какая-то блестит. Пипа уже умудрился. Тебе нравится? Как Киви среагирует? Ну как он среагирует? У Кости плохо сразу становится, да? Не понравится. У Кости сразу это... Нервируешь ребенка. У него так психика нарушена. Да, играется он. Да он не играется, это у него... Нервы? Да нет, но это он явно играется. Играется это вжиг так играется. А Киви так... Непонятно, что делать. Ну короче, ладно. В общем, мы немножко сокращаем время и выгуливаем одновременно сейчас пипу и киви. А потом начнем выгуливать малых. И на сегодня пока это все. Всем пока, спасибо, что были с нами.